И всем привет ребят, с вами с вами Романки, я с вами записываю новый ролик, все видео посвящено игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый обновленный Blunderbass. Теперь он наносит увеличенный урон, но при этом не имеет какие-то дополнительные параметры с критическим уроном. Уже сегодня вышло это обновление, поэтому посмотрим, что у нас произойдет в матчмейкинге с этим замечательным новым Blunderbass. Я его еще не тестировал, я его не видел, я не знаю как он работает, поэтому для меня это будет что-то новенькое, но уже сейчас я надеюсь на то, что это будет интересный обновленный Blunderbass, который будет иметь вес в нашем замечательном матчмейкинге. Также к Blunderbass мы конечно же берем Hopper, Hopper Blunderbass с Кризиса, дефолтный комплект, который я очень сильно любил использовать в матчмейкинге, когда Blunderbass был актуален. Поэтому попробуем, посмотрим, что у нас из этого выйдет, ну а вы не забывайте конечно же поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, если вам нравятся подобного рода видосы. Ну и конечно же не забывайте, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч талкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике. Заходите сюда, нажимаете кнопочку установить тежечку ТМП, дальше оформляете покупку, ну и заполняете форму в описании, которую можно найти, ну и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я в свою очередь буду пикать сегодня наверное дефолтную CTF, не будем ничего выдумывать, не будем пикать никакие быстрые бои, попробуем CTF. Можно было бы конечно штурм за атаку, но я думаю, что если меня начнет кидать за деф, то это потребует довольно большого количества времени, чтобы перепикивать, да, и найти тот самый штурм за атаку. Поэтому давайте просто пикаем дефолтную заход флага и посмотрим, что у нас покажет и как проявит наш замечательный бландербасик. Очень сильно надеюсь на то, что сейчас у нас будет очень и очень хорошие цифры с него вылетать. В чем же была фишка и в чем же было преимущество предыдущего бландербаса? Это конечно же в критических уронах, которые наносили по 7000 дамага за выстрел. Сейчас же крит у нас занерфлен, соответственно весь прикол идет исключительно от обычного выстрела, от обычного дамага. И насколько большой этот обычный дамаг и насколько сильно можно будет показывать результат, сейчас мы вместе с вами все это дело посмотрим, поймем. Ну и надеюсь, что нам удастся понагибать. 2400 у нас с выстрела по резисту, это значит, что по безрезу, наверное, трешка должна залетать. Закидывает, конечно, нас не на самую удачную карту для опера молота, но попробуем, попробуем, попробуем его возить в флаги, попробуем и покидать урончик. В принципе, постараться я думаю, что можно. 1400 у нас урона с крита залетает, два крита, кстати, подряд залетело только что. Так, ну и меня быстро респят два шафта, при том, что у меня даже есть резист от них. Меня все равно довольно быстро уничтожают. Так, молот с оглушением наш тиммейт использует. Попробуем, попробуем, так, на ддшке бах, хорошо, 2 с половой, это ваншот, еще добавка 1700, не ваншот, еще добавка 2000, не ваншот. По двоим по 3 с половой, это без крита, вроде как без крита 3 с половой только что залетело по двоим. Пойдете, пойдете. Так, нам надо как-то увозить флаг, надо как-то увезти, повезти по счету. Но дальше можно будет уже где-нибудь на пассивичах играть. Так, наш тиммейт пытается увозить страховочку, страховочку ему. Не успел я дать страховочку никакую, трупы тут мешают. Ну и очень много жиг у нас у стороны противника, которые меня здесь уносят, к сожалению. Так, наш флаг на месте, противничек тут есть, 600 урона всего лишь, не понял, почему так мало. Так, но мы будем продолжать пытаться увозить, у меня есть оверка. Вообще по-хорошему можно зайти с респов где-нибудь отсюда во вот. Если меня, ой, хотел сказать, если меня только не заметят. Так, наш тиммейт пытается увозить, 2000 скрита, 2000 еще скрита. Критов много, да, но нас интересуют обычные выстрелы тоже, а нас интересует обычный дамаг. Так, в очередной раз вернули флаг нашего тиммейта. Я что-то как-то долго замешкался и особо быстро не среагировал. Можно было бы влететь попробовать и подобрать этот флаг. Так, и попытаться увезти, но, к сожалению, я не успел среагировать. Так, по 1300 урона наносим. Что касаемо перезарядки, у Блондербаса все в этом плане порядки. Ну и что касаемо урончика, то он стал плюс-минус такой же, как скритом. То есть, то, что обычный выстрел, теперь наносит плюс-минус такой же самый урон, что и скрита. Стал ли он лучше за счет этой обновы? 100% да. 100% этот Блондербас стал сильнее, чем был Блондербас, который занерфили. Но, как будто все равно что-то не так. Как будто все равно не хватает урона. Да, для вот именно этой быстрой комбинации, как будто не хватает урона. Возможно, это связано с тем, что и так игроки в матчмейкинге используют на постоянной основе большое количество резистов. Может быть, как раз таки в этом лежит вся проблема. Так, ну я на подборе, пробую. Ну, подберись. О, подобрался, но бомбочка срабатывает, и меня эта бомбочка поджогом уничтожает. Вот я двоих здесь слил. На подборе кто-то сыграет, не сыграет. Нам главное просто увести один флаг. Если мы увезем здесь один флаг, дальше все пойдет как по накатанной. Противник начнет открываться. У него уже не будет возможности так плотно дефить. Так, опять вернули или не вернули? Подбор. Где флаг? Не вижу. Не вижу флага. По двоим даю тычку. А, наш увез. Все, четко, идеально. Отлично. Сейчас по 3,5 залетело. Это без крита, я так понимаю, да? Без крита по 3,5 тысячи залетело урона. А может и с критом? Сейчас посмотрим. Обычный выстрел. Так, голова не отлетела. 1700. По резисту, да? То есть, значит, 3,5 залетают без крита. А, нет. Вот это с критом. Вот это с критом залетело. Так, возвратик оформили. Резисты чувствуются. Резисты чувствуются. Сейчас намного сильнее. Так, опять у нас вернули флаг. Попытка отвода еще одного. Крита. 2,4. О, 2,200. И скрита. Скрита меньше нанес, чем с обычного выстрела. Опачки. Не, ну это неплохо. Это неплохо. То есть, плюс-минус, короче, урон прибалансен таким образом, что выстрел без крита наносит плюс-минус столько же, сколько и выстрел с критом. Да, это в принципе неплохо. Только не возврат. Возврат тоже плохо. Так, голова отлетела. 3,5 залетела. Голова отлетела и 3,5 залетела. Небольшой пролаг. Так, к противнику. Въезжает, не въезжает. Вот так вот мы въезжаем. Ах, никак же я не успел. Сейчас вдвоих. Вдвоих этот оудик не успел дать. Бабло бы сейчас очень хорошо. Так, главное, чтобы у нас не вернули. Флаг в центре лежит. Тиммейты подбирают. Хорошо. Противник едет под доставочку. Наш тиммейт раздается. Страйкер тоже противника раздается. Успеваем его быстро слить. Ну и наш тиммейт умеет там нанести урона побольше. По вражескому молоту или не сумеет. Так, тиммейты вроде как размен играют. И по радару вроде как противников нет у них рядом. Поэтому есть шанс въехать. Ой, ей было опасно, если честно. Подрывничок мог меня здесь унести. Так, ну и у нас все равно вернули флаг. Если сейчас рельса раздастся, то все. ГГ. ГГшечка. Так, Вика Твинс на Прожималове. Попытается отвезти. Два ящика в игре. Супер. Так, супер не супер, но нам флаг вывозить надо. Давай, 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 давай. Страховочку, страховочку, страховочку. Оп, хорошо. Подборчик есть. Нет, шафт, только не ваншот, только не ваншот, только не ваншот. Есть контактик. Так, чуть откатываем. Забираем. Ай, это противник? Уф, как же жестко наш тиммейт сейчас разобрался. Ё-моё, я думал, что это тиммейт. Я даже не поворачивался на него. Так, подбор, 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 подбор. Пять вернули, бог ты мой. Ну, как же они возвращают. Так, критовый выстрел по двоим. Грюч, что они доставят? А, наши вернули? Ой, хорошо. Хорошо, хорошо. Не, ну криточки нормальные. То есть, грубо говоря, у тебя из крита есть хорошая возможность накидать. И без крита есть возможность хорошая накидать. И критов довольно много. То есть, и крит особо сильно не отличается от обычного выстрела. Соответственно, молот с блондерчиком смотрится, что так, что так. Довольно интересно и неплохо. В четверых оверку. Ух, хорошая. В четверых, но, к сожалению, не вернул. Но в четверых на хопере. Это прям очень вкусно. Так, тиммейты на подборе. Боже, ну как это работает? Ну как может быть два тиммейта рядом и возврат флага происходить? Ну, е-мое. Так, а противника флаг там лежит. Никто его так не вернул. Как я слился. Так он и остался. Так, 35 киллов у нас. Ну, неплохо. Пойдете. Пойдете. Пока что неплохо. Мне нравится. Пока что мне нравится, что делает этот блондербас. 600 очков у меня уже. Так, и противничек. Где у нас противничек? Противничек вот он, да? Пытается, значит, на озинге подработать. Есть еще здесь у викинга овердра... А, нет, нету. Есть просто викинг. Так. Накидочка. С расстояния блондербас, кстати, не наносит супер большого количества урона, если крита не вылетает. Но в упоре. Зато, боже, два подряд крита. А, е-мое. Это вообще жестко. Три подряд крита. Три подряд крита. Офигеть. Это сильно. Это сильно. Это очень сильно. Так, эта моверка падала, которую я провтыкал. Наши тиммейты не увозят пока что. Давайте попробуем мы тогда увести. 40 киллов у меня уже. Очень неплохой результат. Для такой карты. Для... Для Дюссельдорфа. Это прям очень неплохо. Это прям мега неплохо так минку. Блин, ну... Тут уже я ничего не могу сделать. К сожалению, ничего я не могу сделать. Надо, чтобы как-то тиммейт наш саппортил. Здесь есть у нас один хопер, который дергает флаги. Но у меня вот чуть-чуть не получается. Что-то в моменте уже. Он на подборчике. Хорошую критовочку даю. Надеюсь, что он увезет. Надеюсь, что он увезет. Давай, 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 родной. Страховочку, страховочку, страховочку. У нас тоже флаг уходит. Нет, только не возврат, только не возврат. Только не возврат. Плиз, 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 плиз. Плиз, 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 плиз. Сейчас вернут. Нет. Уф. Иди флаг. Ага. Сейчас, сначала с приваркой едет. Пусть хоть немножко плывет. По три с половой вкусную. Добавочку. Так, я теперь просто влетаю во флаг. И даю ваншот. Есть. Есть. Возврат есть. Четко, 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 четко доставить. Теперь доставить. Подстрахуйте, доставьте, плиз, 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 плиз. Хорошо. Можно и слиться. 46 килов. 10 минут. Бэнк. Хорошо идет. Очень хорошо идет. Очень хорошо идет. Еще и резистов-то не так уж и мало, если честно. И все равно против резов даже отлично смотрится. Крутяк. Что я могу сказать? Крутяк. Так, три с половой. Три с половой, конечно, не семь. Но пойдете. По сути, с уроном ничего не произошло с критованным. Хотя он якобы должен был быть занерфленный. Ой, критов, боже. Как будто я не знаю. Как будто их в 40 раз больше стало с бомбербоссом. Вот это я понимаю. Сначала апают супер жестко. Потом нерфят супер жестко. А потом опять апают супер вкусно. Вот так вот мы играем. Вернее, вот так вот мы балансим устройство в нашей замечательной игре. То есть я сначала записываю видос, что это супер имба. Через 12 часов эта супер имба превращается уже в не супер имбу, а в ну такой средне балансный бландербасс. А спустя неделю, даже меньше, у нас этот бландербасс опять становится сильный. Как это работает? Я вообще, честно говоря, не понимаю. А как так можно из имбы делать потом мясо, а потом опять имбу? Так, попытка увоза от противника. Я, пожалуй, уже важму овердрайв, чтобы на верочку. Чтобы на верочку все это дело было так. Ну и минус, к сожалению, конечно. После оверки падаю, но ничего страшного. За счет здесь одного овердрайва хоппера, да, за счет оверок своих, я, наверное, где-то килов 10 поднял в этой катке. Это очень неплохой результат для реализации именно хоппера с бландербассом. Попробуем зайти в атаку. Попробуем дернуть. Не знаю, получится у нас что-то здесь или нет. Я здесь, кстати, очень хорошо подобрался. Так, сводочка, это не меня. Потому что, если честно, думал, что это не меня летит. Такая плюшка контентовая. Оп, хорошо. Аккуратненько вот так вот чисто стоим на накидочке. Оп-оп-оп, оп-оп-оп, оп-оп-оп. Так, просто троллим. Просто на троллинге играем. Особо смысла выпушивать, нет смысла. Ой, ну вы поняли. Так, три с половиной у меня аж подлак произошел. Как дал критовую с три с половиной. Так, респимся. Ну и три минутки у нас есть. Оп-оп-оп, противник вхлак везет. Строп-п, стоп-п, 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 стоп-п. Нет, только не по мне. Только не по мне, только не по мне. Так, вернуть, 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 вернуть. Я молот не разряжаю. Разряжаю. Наш вернет? Наш вернет? Красавчик. Нет, не красавчик. Красавчик, нет. Вот, не вернул. По ощущениям, не вернул. Да, не вернул. Блин, один-один. Вот, это единственный тип, который в нашей команде Старается прям на победку играть Прям реально саппортит мне Старается Выигрывать эту каточку Так, стрейфим, стрейфим, стрейфим Хорошо Убиваем, у меня уже хп нету У меня уже просто нет хп Надо было, наверное, от турбосушки играть Не пушить в атаку, после того, как мы повелись по счету Но я все-таки хотел еще Увозить, то есть там противника довольно много Стоит в одном месте Которые дефят Так, наш тиммейт пытается увозить Саппортинга, дадим ли ему У него все-таки возвращают Попробую зайти, короче, широко с респа Надеюсь, что меня оттуда никто не увидит Так вот делаем Ага, меня видят Я понял, ах, еще и даже раздаться не успел Эта хоря-жига жесткая Влетела Нам, может быть, надо вместе просто с ним попробовать зайти А он пытается увозить У него почти получилось Почти получилось Если противник не вернет, то, может быть, будет шанс на подбор Нет И возвращают, ребята Так Хорошую тычку вот такую даем Еще одну не добавляем Добавляем только в себя, добавляем Боже, сколько у него Кучность большая, насколько много урона по себе летит От этой кучности Привет Так Я попытаюсь чуть покидать Даже скрита не прошло Здесь пичка Так, врывается кто-то на вражескую базу Вика Вика Твинс И наш тиммейт на подборчике Хорошо, минута до конца Противник пытается увозить Наш тиммейт не увез Блин, блин, блин Успею ли я обрезать? Или я обрезать? Никуда не успею Все, пока было Приехали Приехали, господа Вот так вот с 1-0 вкусно начинали Блокировать? Да, можно было Так, хоре жига меня прям четко читает Еще одна жига в спине Это жиги жесткие Играют Против Ну и бесшансовая Бесшансовая Твинс раздается 64 килограмма Тысяча очков для такого сочетания На дюсике Это очень хороший результат Это мега хороший результат Плещенка здесь При том, что я особо даже не увозил И особо Не мог пожить На базе у противника Это прям вообще Это прям бомбовый результат Еще бомбовый он был бы Если бы я сейчас увез Я бы сейчас за 10 секунд доставку сделал бы Ах Не знаю Не, не хватало бы у меня даже Наверное времени уехать На доставочку Но хотел я, хотел я улететь Тяжело Когда противник дефит Но это сочетание Это комбина Это просто нереальная вещь Это нереальная вещь 65 килов На 30 смерти При том, что я умер столько раз Я дал еще 65 килов То есть, если бы Противник бы особо меня сильно не респил То в такой катке Можно было бы постараться Дать бы ближе к сотке килов Просто с блондербаса Вот это был бы очень и очень серьезный и сильный результат Мне понравилось Честно 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 С дополнительным обычным уроном То есть, у тебя что с крита Что с обычного выстрела Наносится одинаковый урон И это выглядит реально очень неплохо Реально очень неплохо Единственная проблема Это Резист Если будет много резов Тогда будет тяжело с ним А по 50 на 50 То есть, если половина резов Половина без резов Уже смотрится Довольно интересно И неплохо Будем обозревать Будем смотреть на этот блондербас дальше Я думаю, что Скатаю на нем еще На мега донате Посмотрю, как он с викингом Будет работать Ну и что-то мне подсказывает Что Выглядит неплохо Выглядит неплохо Напишите вы Что думаете по этому поводу Как вам Новый обновленный блондербас Если вы уже тестировали Ну, либо Выскажите свое мнение Именно по этому видосу Поддержите данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые видеоролики Ну, а с вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока